Добрый вечер, да, рад вас всех приветствовать сегодня обратно, у нас обратно больше ста человек, это меня радует, да, что все берут себе время, и поэтому хотел немножко так пройтись вообще по нашим новостям, как я в чате вижу, да, что большинство вообще нас всех, что подключили всем, прописали white list, что все спокойно и активно, уже начали торги проводить, это очень радует, да, что все заняты теперь торгами, вовлечения входят, некоторые даже в азарт входят, как вижу, и это очень-очень интересно, я думаю, это еще будет очень интереснее, когда будет официальный старт, что когда будут всем начислены все полные средства, которые должны быть, и, ну, что как будут все радоваться, это меня очень радует, конечно, да, Ну, и также хотел сейчас тоже дать дальше слово Наталье, как мы сегодня собрались до такой презентации, да, что сделаем такую презентацию, и потом еще будем потом проводить вопросы, ответы, вопросы, да, сделаем, да, так что, Наталья, даю тебе слово, и... Да, спасибо большое, спасибо, Юрген, для начала я хочу тебя поблагодарить уже даже за то, что мы сейчас имеем, хотя мы сейчас имеем пока, по сути, тестовый продукт, Но я прям, знаете, как кожи чувствую, какую революцию, какой шухер этот продукт наведет на рынке, и это прям реально ощущается, и уже на данном этапе, когда мы его тестируем, Это все представляется очень интересным образом, это все действительно захватывает, действительно, ну, те партнеры, которые уже технически, да, зарабатывают, пока еще на тестовом флеш-кредите, Не дадут мне слукавить, да, что это действительно интересная модель, о которой мы сегодня разговариваем, и для начала, у кого нет звука, напишите, пожалуйста, в чат ребятам, что они не включили кнопку присоединиться через Wi-Fi, то есть, когда мы заходим, у нас есть такая строчка, там, по-моему, присоединиться через Wi-Fi, как-то так она звучит, пропишите, пожалуйста, тем, кто пишет в чате, что нет звука, И действительно, мы могли бы пройти мимо, скажем, да, предложения, ну, как обычно, предложений же очень много нам шлют, другой вопрос, что я знаю Юргена как очень хорошего, замечательного во всех отношениях человека, наставника и долларового миллионера, который не упускает возможности, который понимает вообще, что такое деньги и зачем их зарабатывать, Поэтому, конечно же, мы рассмотрели, и сейчас я вам постараюсь понятным языком рассказать, что здесь интересного, почему это революционный продукт, бумеранг, да, почему он наведет шухер, как я сказала, Почему мы так считаем, и вообще, что сейчас уже можно для себя взять, да, уже даже на стадии приланча, то есть, тестирования, на той стадии, на которой мы сейчас находимся, потому что даже сам сайт бумеранга называется бета, бета, да, бумеранг трейд, то есть, бета-версия, И при этом эта бета-версия нам уже четко показывает, что здесь такого интересного, а что будет в дальнейшем, это будет, конечно, просто космос. Итак, друзья, я делюсь экраном, делюсь экраном, экран я включила, перехожу к себе на избранные и открываю, открываю слайды. Давайте с вами разбираться. Перед вами сейчас SEO компании Waze, кто-то называет компания вас, я называю Waze, я не знаю, кто из нас прав по произношению по английскому, да, но я так и буду по привычке, как бы, да, называть компанию Waze. Если мы это расшифруем, то компания, которая нам предоставляет доступ к этому инструменту, к инструменту бумеранг, называется We All Satoshi, то есть, мы все Satoshi, и бумеранг это не единственный продукт, который есть на данной платформе. И SEO данной компании зовут Chavez, 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 да, будем говорить, Chavez, и эта личность достаточно известная в кругах программирования, его называют гением программирования. Что-то там, по-моему, лет с 15 он уже начал какие-то шедевры создавать, и он профессионал, реально профессионал по созданию, да, смарт-контрактов. Смарт-контракты, не включайте, пожалуйста, микрофоны. Микрофоны не нужно включать. Смарт-контракты – это то, что позволяет нам децентрализованно взаимодействовать в криптомире. И как раз SEO Chavez, Chavez, на него вышел сам создатель бумеранга, зовут его Павел, я не буду сейчас вспоминать фамилию, у нас есть информация в чате относительно данного Павла. Так вот, Павел вышел на Chavez, и как на специалиста по смарт-контрактам. То есть у нас сейчас тестовая бета-версия уникального инструмента в области Web3 интернет, то есть это децентрализация. И данный инструмент, как я вам уже сказала, это не единственный продукт. Дело в том, что сама компания, в компании уже работают также продукты, инструменты, майнеры, нода для того, чтобы добывать 140 лет биткоин, биткоин-код. То есть как, ну, второй биткоин, да, БТЦЦ. У компании, соответственно, данная монета, она работает на своем собственном блокчейне. И непосредственно, если мы уже говорим за сам бумеранг, а мы пришли на бумеранг, и здесь презентую я именно бумеранг, да, то это арбитражная торговля, точнее совмещенные этапы, да, элементы арбитражной торговли, искусственного интеллекта и срочных кредитов, с нулевым залогом. Такие кредиты называются Flash Fluence, и данные кредиты – это тоже достаточно новое веяние, да, в области интернет-веб-3. То есть такие кредиты, где не нужно предоставлять документы какие-то, да, где не нужно какой-то залог, какой-то залог предоставлять. То есть тебе предлагают данные кредиты, которые работают через смарт-контракт. Через смарт-контракт. Ну, умный контракт, да, где все прописано. Что такое смарт-контракт, я немножко поясняю, потому что понимаю, что сейчас меня слушают люди где-то даже с нулевым опытом. Не то чтобы в арбитраже, да, а с нулевым опытом в принципе в криптоиндустрии, да. Итак, бумеранг нам необходим для арбитражной торговли. Как я вам сказала, арбитраж, искусственный интеллект и смарт-контракты – вот все это и есть бумеранг. Сам арбитраж предполагает использование разницы в ценах на один и тот же актив на разных рынках или на разных платформах. Например, если цена актива ниже на одной бирже и выше на другой, трейдеры могут купить его на более дешевой платформе и продать на более дорогой, получая прибыль от разницы в цене. Арбитражные возможности часто бывают мимолетными и требуют быстрого исполнения, чтобы воспользоваться ценовыми разрывами. Что такое флеш-кредит? Флеш-кредит – это относительно новая форма беззалоговых кредитов. Они доступны трейдерам в некоторых децентрализованных финансовых сетях, основанных на протоколах блокчейн – DEFI – децентрализованные финансы. Этот вид займа позволяет трейдерам брать необеспеченные кредиты у кредиторов без посредников. Когда выдан флеш-кредит, правила смарт-контракта гарантируют, что заемщик выплатит кредит до завершения транзакции. Если это условие не выполняется, смарт-контракт отменяет транзакцию и займа как будто бы и не было. Это гарантирует сохранность средств в обратном пуле. Итак, те, кто нас кредитуют, а мы по сути с вами, те, кто сейчас уже начал заниматься этими сделками, кто уже подключился к системе, активировался, мы по сути все с вами трейдеры. Но только у нас нет необходимости открывать аккаунты на децентрализованных биржах, где и происходит собственно торговля с помощью нашего искусственного интеллекта бумеранг. Вот мы по сути с вами и есть как бы трейдеры, но не совсем такие, как привыкли люди в этом мире, в крипто-мире. Кто вообще такие трейдеры? Это те, кто в постоянной нервотрепке с обгрызанными, простите, ногтями, с постоянными нервными тиками, потому что это действительно очень такая эмоционально сложная работа, эмоционально сложная. У нас в нашем случае она настолько простая, что с этой функцией, вот с этими торгами, да, с арбитражной торговлей справится даже школьник. И те, кто сейчас уже тестирует, уже пробует, тренируется, да, у нас таких, ну, очень много, и кто есть в нашем рабочем чате, вы все это видите, ну, скажем, подтвердят, да, мои слова, что сложного ничего нет. Где-то немножко, может быть, страшновато, потому что никогда этим не занимался. Ну, таков наш мозг, да, пугает нас, любит он нас пугать, а по идее все очень и очень просто. Итак, давайте вот здесь посмотрим пример, да, пример флеш-кредита. К примеру, есть актива на, допустим, на 10 эфириума. К примеру, актив, да, монета какая-то на 10 эфириумов. Вот на одной бирже это стоит 10, на бирже А, а вот на другой бирже это стоит 11. Данный актив, данная монета 11 эфириумов. ВТХ, да, здесь пример. И получается, что когда покупаешь на одной бирже за 10 эфириумов, а на другой продаешь за 11, путем несложной элементарной арифметики можно понять, что ты в прибыли. В прибыли на один эфириум. Правда ведь? Вот это и есть, собственно, арбитраж, да, ну, на самом деле ничего сложного. Перед вами интерфейс бумеранга, то есть интерфейс того сайта, который работает на Web3, который, на котором как раз мы и производим сделки и зарабатываем в среднем 1% за сделку, причем этот процент мгновенно, автоматически отправляется к нам на кошелек Metamask. Итак, друзья, очень важно то, что я сейчас говорю. Нет никакой кнопки пополнить, вывести. Вот на этом сайте бумеранг. Нет этой кнопки. Вывод доходность происходит автоматически. И доходность в 1% может быть даже каждые буквально 5 минут. Каждые 5 минут ты можешь зарабатывать в среднем 1%. Друзья, мои слушатели, да, услышьте то, что я вам сейчас говорю. Не 1% в месяц и не 1% даже в день. То, к чему привык рынок, то, к чему привыкли интернет-предприниматели. И при этом, когда 1% в день, ты четко понимаешь, что это схема, которая долго не просуществует. Да, ну, практика, да, опыт показывает. У меня достаточно большой опыт в интернете, полного погружения, да, более 10, ну, где-то примерно 10 лет. Поэтому я знаю, за что я говорю. Такого еще не создавали. Это что-то уникальное, космическое, то, что сейчас выкатывают на рынок. Да, выкатывают осторожно, чтобы это все было, чтобы все работало идеально тогда, когда пойдут основные массы. Потому что сейчас, вот те, кто сейчас подключается, это все, ну, тестировщики, да, вот такие первопроходцы, пионеры, пионеры. И мы фактически вместе с компанией, с компанией Waze, да, с разработчиками Boomerang, да, мы вместе щупаем, да, вот как все происходит. И при этом мы уже получаем свой этот 1% на кошелек Metamask. Просто сейчас пока у нас маленький флеш-кредит, который открывается просто конкретно для тренировок, для тренировок. Вот здесь вот показано, какие пары, торговые пары можно выбирать на данном сайте, на сайте Boomerang. При этом сейчас пока мы взаимодействуем с блокчейном Polygon, в дальнейшем Arbitrum будет, там еще будут блокчейны. Вообще вот то, что сейчас мы видим, это, конечно, маленькая толика того, что у них в задумках, что у них в планах, что они собираются реализовать. И с таким потенциалом, да, с таким профессионализмом и компетенциями, которые есть у Шавиза, вполне возможно, что все то, что они планируют, о чем говорят на постоянных, постоянных зумах, ежедневных практически, да, зумах, что все это действительно возможно реализовать. Ну, потому что серьезные компетенции. Итак, здесь разные как бы пары, я не буду здесь останавливаться, разные и линка, и USDCE, и там, допустим, V-Matic, USDT, V-Matic, разные-разные пары. А теперь давайте мы с вами перейдем непосредственно к тому, как можно вообще получить доступ вот к этой платформе Boomerang. Микрофон выключите. Микрофон выключите. Каким образом можно получить доступ к платформе Boomerang? Я думаю, вы понимаете, что в нашем мире ничего не дается вот за просто так. Вы знаете, за красивые глаза можно получить только комплимент, к примеру, да. То есть, чтобы зарабатывать деньги, необходимо, ну, приобрести что-то, да, куда-то подключиться, что-то вложить, что-то купить. Согласны со мной? В нашем случае та же самая история. Мы покупаем одну из лицензий, их пять лицензий, то есть это доступ твой к платформе арбитражной торговли с помощью искусственного интеллекта и флэш-кредитов. У нас есть разные лицензии. Есть лицензия стоимостью в 500 долларов. И вот эта лицензия в начале апреля даст возможность подторговать суммой в 150 тысяч долларов. То есть, это не деньги, которые тебе дают в руки, не нужно, ну, как бы думать о какими-то детскими шаблонами, да. Это те деньги, на которых тебе позволят поработать, покататься, да. То есть, те деньги, которые в общем пуле будут, скажем, выделены для тебя. То есть, 150 тысяч долларов после 5 апреля будут у тебя в доступ для торговли. Как я вам уже сказала, одна сделка это примерно 1%. Может быть гораздо больше. Может быть гораздо больше. То есть, мы ищем эти сделки. Скоро нам будет это искать сам, опять же, автоматический бот, который тоже сейчас настраивается. То есть, он еще облегчит нашу и без того жутко тяжелую работу, в кавычках, в кавычках, да. То есть, будет еще автоматический бот. Так вот, те, кто купил лицензию за 500 долларов, это 501 USDT. Ребята, выключайте микрофоны. Админы, пожалуйста, следите за микрофонами. 150 тысяч долларов тебе будет выделено для торгов. 1% этой суммы, элементарная арифметика, это 1500 долларов. По факту у нас не 1% на сделках, а бывает 1,3, 1,5 и даже больше бывает. То есть, примерно полторы тысячи долларов ты можешь заработать, проведя примерно 100 сделок. То есть, сделаешь ты это за день, хорошо, за день ты заработаешь полторы тысячи долларов, по сути, из 500. То есть, 3 икса за день, 300% за день. Где вы такое вообще видели? Сейчас пока еще полторы тысячи тренировочные, полторы тысячи тренировочные, и партнеры уже, по факту, имеют у себя в метамаске, ну, где-то примерно 15-18 долларов с этой суммы. С апреля будут начислены 300 иксов, а именно 150 тысяч долларов. Почему это может сделать компания? Да потому что деньги-то необходимы, они, по сути, на несколько секунд как бы уходят из этого пула. Буквально на несколько секунд и обратно возвращаются. Поэтому это реально выдать людям именно такие флеш-кредиты. И эти флеш-кредиты выдает известная компания. Скорее всего, вы знаете эту монету АВЭ, и эта монета входит в 100, топ в 100 монет мировых криптовалют, да. И компания АВЭ, она с 2020 года занимается флеш-кредитованием, и это есть в открытом доступе в Гугле. Есть у нас все ссылки в навигаторе чата нашего рабочего. То есть, если вы поизучаете, вы обалдеете, что вам вообще подготовила вселенная, да. Что, ну, наверное, вы заслужили, чтобы уже сегодня узнать об этом инструменте. Если у вас лицензия за 1000 долларов, она покупается очень просто. В кабинете генерируется адрес USDT TRC20. И мы в кабинет пополняем 1000 USD, а если в USDT, это чуть побольше, да. То есть, 501 USDT на самую маленькую лицензию, либо там 1000 с хвостиком, чтобы в USD была именно 1000. И вот кто на 1000, это 300 тысяч долларов в апреле месяце, в начале апреля месяца. И сейчас это 3000 долларов тренировочных. Кто на лицензии за 3000 долларов, это 10 тысяч долларов тренировочных. И 900 тысяч долларов в апреле. На лицензию в 5000 долларов. Тестовые 20 тысяч долларов. И уже реальные, для реального большого заработка полтора миллиона долларов. И самая высокая лицензия, у нас есть партнеры на этих лицензиях. Да, есть такие смелые, решительные и платежеспособные люди, которые на 10 тысяч долларовые лицензии. Для тестирования 50 тысяч долларов. И с 1 апреля 3, более 3 миллионов, не более, а 3 миллиона долларов, да, для торговли. Вот и считайте, сколько на этой лицензии можно заработать, сделав примерно 100 сделок. Потому что полторы тысячи, точнее не 100 сделок, здесь получится гораздо больше сделок, да. Потому что на одну сделку полторы тысячи долларов максимально можно отправить. Соответственно, те, кто на лицензиях за 10 тысяч долларов, эти люди будут за несколько дней, например, отрабатывать свою лицензию. И потом покупать снова лицензию. И снова получать флеш-кредитование. Друзья, что нужно сейчас услышать? Именно, не просто слушать, да, а именно услышать. То, что те, кто заходит до 5 апреля, а что произойдет 5 апреля? Ну, по крайней мере, это ориентировочная такая дата. Пока еще все идет по плану. Пока еще программисты уже сообщили, Шавес уже сообщил, что все идет по плану. Что успевают они там, да, докрутить все, дотестить вместе с нами. К 5 апреля будет МВП. Это стадия в стартапе, которая называется минимально рабочий продукт. Вот те, кто до МВП покупает одну из лицензий, тот получит 3 икса, а именно, ну, 300 иксов, да, получит 150 тысяч долларов, либо 3 миллиона долларов для торговли. Все остальные, кто будет подключаться после 5-го, будут получать 200 иксов. Мало того, скорее всего, по той информации, что мы сейчас владеем, это будет для них где-то уже в конце апреля или даже в начале мая. То есть новички, которые не успели до начала МВП, до 5-го апреля купить лицензию, по факту зарабатывать деньги смогут только либо в конце апреля, либо в начале мая. Уловили? Надеюсь, что да. Вот это вы должны для себя четко понимать. И я хочу сказать еще в отношении вот этого партнерского маркетинга, который как раз находится на самой компании, на самой платформе Waze. То есть, как я говорила в самом начале, давайте еще раз повторю. Есть компания Waze, Vial Satoshi, есть компания платформа Boomerang, то есть это разные сайты. И создатель Boomerang сделал как бы коллаборацию, да, вот с Шавизом и его командой. А по сути у Шавиза есть своя партнерская программа, есть майнеры для добычи БТЦЦ, и есть партнерская программа, которая стоит на таком виде маркетинга плана, как Binar. И эта партнерская программа, она сейчас, скажем так, официально оформлена, компания Waze, она официально оформлена как децентрализованная организация. Штат Вайоминг, Америка, Дао, вот что такое компания Waze, децентрализованная автономная организация, партнерский маркетинг 2.0 или 3.0, я уже не помню. Те, кто покупает лицензию, я вернусь, да, все, кто купил лицензию сейчас до МВП, получает в подарок еще и майнер. Майнер за 50 долларов. То есть вот всякие, как говорится, плюсы, плюшки самым смелым, самым смелым и решительным. Потому что, да, я понимаю, не все готовы заходить в предстартовый, да, в предстартовую тему, в стартап, не все готовы заходить. Но как показывает жизнь, вот как раз самым первым, и отваливают самые вкусные плюшки. Есть даже такой у парабеллума ролик, что получают самые первые, что получают последние. Я не буду сейчас пересказывать. Думаю, что вы, наверное, с этим роликом большинство знакомы. Итак, план вознаграждения Waze. То есть когда человек покупает лицензию, деньги получает команда от стоимости лицензии. Не нужно путать и думать, что ваши эти 500 долларов или 10 тысяч долларов являются какими-то вашими инвестициями в доверительное управление, куда-то вы отправляете. Это не так. Это не так. Мы здесь не инвестируем. Лицензия просто дает нам доступ к платформе Boomerang и доступ к флеш-кредиту. Каждому свой, в зависимости от лицензии. Но стоимость лицензии, вот эти деньги, они примерно в 70% объеме, опять же, по той информации, которой я владею, распределяются по бинару. По бинару. Для того, чтобы зарабатывать с бинара, необходимо самому приобрести продукт. И необходимо, чтобы у тебя по левой ссылке, то есть у нас есть ссылка на левую ножку и ссылка на правую ножку в кабинете, чтобы по левой и по правой ссылке у тебя были по партнеру. То есть по личному партнеру. Одному дал левую ссылку, другому дал правую ссылку. И ты выполнил квалификацию, если эти партнеры купили продукт. Не просто зарегистрировались, а купили. В таком случае у тебя в кабинете уже выставляется статус премиум, и ты можешь зарабатывать 10% со слабой ноги бинара. И если ты находишься на, допустим, спонсорской ноге активного партнера, то по сути тебе нужно просто вот эту свою слабую ножку, одну ножку отстраивать и забирать к себе 10% с бинара максимально 300 долларов до тех пор, пока ты не будешь переходить по карьерной лестнице. Потому что здесь, в этой компании, в компании Вейс, есть также карьерная лестница Клуб Восхождение. Итак, давайте еще раз прям простым языком. Справа, слева по продаже. Сами вы, соответственно, должны быть, должны купить продукт. В этом случае у вас открывается статус премиум, и вы уже можете получать с бинара 10% со слабой ноги. Еще есть такой момент. Здесь есть также реферальные, реферальные от лично приглашенных. А именно, когда у вас подключается, активируется третий лично приглашенный, вы уже получаете 5% от его лицензии. Представьте, если это лицензия за 500, то это 25 долларов, а если это лицензия за 10 тысяч долларов, то это 500 долларов. Классно? Ну вот прям вот лицензия вам, понимаете? Лицензия просто за то, что вы показали возможность, человек платежеспособный, смелый, решительный, потому что только смелым и решительным, да, те, кто умеют, любят и ходят в риски, только таким людям покоряются моря, да, как говорится. Такие люди выходят на очень серьезные деньги. Ну, это просто жизнь. Жизнь это показывает. Если человек идет в риски, если человек смелый, решительный, он постепенно выходит на все более высокие уровни дохода. Это факт. Итак, у нас есть так называемые, вот здесь на слайде написаны откаты от приглашенных, ну, извиняемся, тут были переводы, да, с английского, 5% с третьего лично приглашенного, с третьего. И 10% с бинара, если у тебя есть премиум, то есть справа и слева по активированному партнеру. Понятно, да? Едем дальше. Вот как раз на этом слайде прописано от 300 до полутора тысяч долларов можно иметь вот этот вот бонус чек-матч. То есть бонус со слабой ноги бинара, 10%. Если у вас еще нет статуса, самый минимальный статус это шиба, мы сейчас это тоже посмотрим, значит, это 300 долларов. И неважно, сколько прошло объема на слабой ножке. Когда мы начинаем выходить по статусам, соответственно, вот эта цифра, она увеличивается. То есть ты сможешь уже со слабой ноги получать больше и больше. Вот здесь тоже пример, конкретный пример, прорисованный, как можно зарабатывать с бинара. Вот, например, вы купили лицензию за 500 долларов, справа у вас 500, слева 500, все, вы премиум. Это не идет в зачеты объемов бинара. А вот когда встает третий партнер, и даже если он не ваш, вы получаете 10% с 500 это 50 долларов, а если это ваш личный партнер, вы получаете еще 5% реферально, то есть 25,50, 75 долларов. Я вам скажу из личного опыта. Здесь вообще не нужно никого уговаривать. Люди, у которых есть нюх на деньги, они легко покупают лицензии, по крайней мере за 500 долларов. И сразу деньги находятся. Причем, как бы и не было денег-то, у меня нет денег, мне не на что покупать лицензию. Как только человек видит, что он может за день заработать в три раза больше, чем его лицензия, деньги сразу находятся. Это опять же к тому, что когда вижу цель, не вижу препятствий. Итак, мы можем вывести из кабинета в три раза больше, чем оплатили за продукт. Например, мы оплатили 500 долларов за лицензию. Мы можем вывести по бинару, с бинара. Мы можем вывести полторы тысячи долларов. Далее нужно опять приобрести лицензию. Ну, в общем-то, сейчас так делают активные лидеры, команды, активные партнеры. Заработали, опять покупают лицензию. В дальнейшем так будут делать даже те, кто не хочет никого приглашать. Но есть такие люди, которые чего-то вот боятся, стесняются и так далее. Вот они сами с собой, как говорится, мирно ведут беседу. То есть они сами хотят поторговать. И вот эти люди будут отторговывать свой флеш-кредит и будут снова покупать лицензию. Путем элементарных эмпирических выводов вы понимаете, что эти деньги опять будут заходить в бинару. То есть это будет просто настоящий открытый космос. Доходность по сделкам и доходность по бинару. Доходность по бинару идет уже сейчас. Доходность по сделкам, в принципе, тоже, но маленькая. Просто тестовые, просто подарочные. Полторы тысячи долларов на самую маленькую лицензию, чтобы ты потренировался, посмотрел, что это не сложно, не страшно. Просто немножечко некоторые такие наблюдения в ходе торгов. Какие пары, как выстреливают, какой газ. Вот мы, например, опять же опытным путем увидели сегодня, что прописывается газ один, а по факту он получается совсем маленький. То есть прописывается большой газ, когда сделка закрывается. А по итогу в кошельке ты видишь, что списано очень мало матика. Повторяюсь, мы сейчас пока на полигоне. На полигоне. Я, по-моему, сегодня я прочитала, что уже опять доступны вот эти вот ноды. Ноды, которые дают 182% годовых и будут давать 140 лет вперед. И детям нашим, и внукам, да, где-то будут давать прибыль в БТЦЦ. Стоит эта нода 27 тысяч долларов. Ну, это я вам то, что показывала на слайде, да, то и проговариваю. По поводу майнеров, тоже они в разной цене. За 50 долларов майнер мы получаем в подарок. Пока еще нам их не выдали. Я думаю, что это будет после начала МВП. Майнеры здесь тоже есть, ну, по разной стоимости. Итак, еще немножко о рангах. Как сделать так, чтобы у тебя уже не 300 долларов со слабой ноги ежедневно было, а даже полторы тысячи долларов. Кто подписан на официальный канал, тот видит, что постоянно поздравляют партнеров с этими рангами. Я скажу за моего вышестоящего пригласителя, моего наставника, за Юргена. Юрген у нас сейчас на ранге Шиба, причем это произошло буквально за пару недель после старта. Пару недель после старта. Может, две с половиной недельки. Я не удивлюсь, что у Юргена еще чуть-чуть и будет трон. Прям вот не удивлюсь, да. Когда статус Шиба? Тогда, когда у тебя на слабой ножке 100 тысяч долларов. Сейчас мы еще пока совсем на маленьких скоростях. И в отношении бинара, и в отношении сделок. Ребята, все самое интересное начнется в апреле. Это так, да. Но те, кто заходят сейчас, они получают большие, ну, приоритет, да, у этих людей, большие привилегии, больше иксов. Потому что будет перерыв в апреле, когда нельзя будет обновлять лицензию, покупать лицензию. Если у вас сейчас есть финансы, если вы прониклись этой темой, если вы доверились, поверили, вам все нравится, покупайте еще лицензии, чтобы у вас флеш-кредит был побольше. Потому что, как говорят, будет перерыв. Неизвестно. Либо будет перерыв в покупке лицензии, да, в начислении вот этих флеш-кредитов, либо это будет в несколько дней, либо это будет в несколько недель. Перерыв будет необходим для того, чтобы вывести на ICO токен голосования. Это вот будет монета, да, токен внутри, ну, от бумеранга, от самого. Будет такой токен, который будут вообще брать на себя еще и другие компании. Токен, когда все участники системы будут принимать участие в принятии каких-либо решений. Это, конечно, потрясающее вообще решение, потрясающая идея, которая будет вгружаться в апреле месяце. Поэтому, если есть возможность, конечно, запустите себя по максимуму. Я хочу сказать за вышестоящих нашего Юргена. Это наши немецкие лидеры, партнеры с Германией, со Швецией, по-моему, да. У нас партнер Марко на статусе Ripple. Это миллион долларов на слабой ноге. Миллион долларов. Наш Юрген находится в лидерском чате. Когда ты переходишь на какой-либо статус, тебя добавляют в лидерский чат, там уже где-то, наверное, более 70 партнеров, да. И есть также партнер со статусом биткоин, у которой 40 миллионов долларов на слабой ноге. Это лаки, вы ее видели на видеороликах, которые нам присылали из Дубай с выставки. То есть была выставка Sigma, где представляли данный продукт. И у нас есть все пруфы и доказательства и того, что компания открыто все это дело позиционирует, участвует вот в таких крутых выставках, где было где-то порядка 400. 400 участников, да, тех, кто представлял продукты в сфере DEFI веб-3 искусственного интеллекта. Вот здесь прописано прям таблицей статусные ранги. Это клуб восхождения. Когда ты достиг статуса шиба, у тебя 100 тысяч долларов на слабой ноге, ты уже можешь с бинара со слабой ножки забирать 360 долларов ежедневно. И у тебя премия. Премия в монете. Статус, который ты подтвердил. То есть будет у тебя начислено, ты указываешь в кабинете кошелек, будет начислена монета шиба на 1000 долларов. Если ты на биткоине, это 20 миллионов долларов на слабой ноге, у тебя будет начислено биткоина от компаний на миллион долларов. Ребята, кто хочет стать долларовым миллионером? Риторический вопрос, правда? Я надеюсь, надеюсь, что очень многие, кто здесь присутствует, хочут стать долларовыми миллионерами. У вас будет возможность это сделать благодаря арбитражным сделкам. Главное, как говорится, купите билетик, да, как есть такой анекдот. Обратился человек к Господу Богу, говорит, Господи, ну что же меня так вот не везет-то, у меня денег-то нет. Ты, говорит, хоть лотерейку, говорит, купи. Ну, ты хоть какие-то шаги предприми для этого. Предпринимай, чтобы тебе выйти на другие уровни. Здесь также есть доход от структурного пула. И это уже непосредственно, значит, доходность от общего объема компании. И когда партнер достигает уровня мегапул, это по миллиону долларов, да, вот у него миллион долларов на одной, на другой ножке. То есть вот такие вот объемы. Ну, миллион долларов, по сути, на слабой ноге это получается, да. Он уже попадает в мегапул. В мегапул. То есть достигнув уровня мегапул, выполнив объем бизнеса в миллион долларов по лицензиям бумеранг или оформив три подписки на ноды с левой, так и с правой стороны, вы сможете получать ежемесячную долю в размере 4% от общего дохода компании. Я так понимаю, что вот эти 4% это не то, чтобы делиться, да, между участниками этого пула. Ну, вот, судя по переводу, да, по этому, это непосредственно для тебя. Хотя этот момент мы еще уточним. Когда у тебя объем на слабой ноге 5 миллионов долларов, ты уже в гигапуле, и ты получаешь 7% от общего дохода компании. Ну, либо там ноды куплены, да, если у тебя 10 миллионов долларов на слабой ноге, ты в терропуле, и ты получаешь 10% от общего дохода компании. Вообще просто улет. Вы знаете, есть большой опыт разбора разных маркетингов, разных предложений, да, разных там условий в финансовом плане. Мне очень нравятся данные вознаграждения, и в то же время не перегружено, и опять же очень денежно. То есть нет такого, что тебя прям запутали этими цифрами, этими многоходовками. Все понятно. Понятно и очень денежно. Итак, давайте я немножко подытожу. Подытожу. Вообще сначала была такая версия, что будет ограниченное количество лицензий. Сейчас Шавес уже озвучил, что они справляются с наплывом, да, все нормально. То есть лицензии можно покупать вплоть до 5 апреля, до начала МВП. Ну, предварительно, 5 апреля. Предварительно. После запуска, потому что у нас, ну, скажем, изначально они планировали, хотели, да, запуститься 1 марта, но по итогу там и полигон сам подводил, да, и различные там были такие нюансы, которые тестируются. Соответственно, вы должны понимать, вы заходите в инструмент, который еще не полностью отточен, отшлифован, и не работает на общем объеме. Поэтому могут быть изменения и в сроках, да, могут быть изменения там в каких-то условиях даже. Нужно просто быть к этому готовы. Я всегда на своих презентациях, честна, перед моими слушателями, я всегда все показываю. То есть я никогда не скрываю там какие-то нюансы, поэтому и сейчас я вам об этом говорю. Итак, мы получить, сейчас уже можем зарабатывать по бинару, продавая лицензии, и с реферальных, это вот 5%, да, с третьего лично приглашенного, и по самому бинару 10% со слабой ножки, со слабой ножки. Мы можем оформлять себе мультиаккаунты. Они здесь не запрещены, однако, если вы делаете мультиаккаунты, а кто-то, кто по смекалистей, тот поймет, что в бинаре интересно, конечно, поставить себе три кабинета, золотой треугольник, если есть возможность, да. Вот в этом случае на каждом кабинете у вас должен быть свой аккаунт с метамаска. А вот если внутри одного кабинета вы покупаете еще одну лицензию, еще одну, вы можете указывать один и тот же аккаунт, если внутри одного кабинета. Вознаграждение по клубу восхождения, это вот эти вот бонусы, да, там тысяч долларов, три тысячи долларов в монете, на статусе которой ты сейчас находишься. Это начисляется в первый, каждый первый понедельник месяца. За каждый заработок занимается фиксированная комиссия администратора в размере 2%. То есть, когда нам начисляется прибыль по бинару, имейте в виду, что 2% оставляет компания. И что касается, ну вот, дивидендов там, да, вот по майнеру, мы пока об этом подробно не говорим, информация готовится, потому что скоро она нам действительно понадобится. Итак, я закончила то, что я хотела вам показать на данной встрече. Я хочу, знаете, что сделать еще? Показать вам прям буквально, ну, быстренько, я не буду долго останавливаться. Хочу вам показать по поводу компании Aave. Вот здесь вот вы можете в нашем чате наступить на ссылку, forklog, и почитать о компании Aave, о том, что она с 2020 года начала работать вот этими флеш-кредитами. И сейчас за данной практикой, за практикой бумеранга наблюдает несколько компаний, которые тоже будут присоединяться как кредиторы. Повторяюсь, то, что мы сейчас видим и то, что мы сейчас имеем, это маленькая капля от того, что здесь будут выкатывать. Понимаете, да? По данным сервиса Aave, самый крупный мгновенный заим составил 195 миллионов долларов. Я хочу вам показать вот на данном видео, здесь прям есть запись, я надеюсь, что вы видите это, да? Это тысяча участников на англоязычном зуме с открытыми камерами. То есть это готовое комьюнити, которое развивается даже не один год. Видите, да? То есть по тысяче участников собирают англоязычные зумы. Ну, у нас это то же самое будет, конечно же, как говорится, все еще впереди, да? И вот здесь, вот здесь вот вы видите наших, нашего вышестоящего наставника, непосредственно нашего Юргена. Это мэр двух немецких городков. Это улицы, мэр с левой стороны от Шавиза. Ну, и еще партнеры, да? Это вот на выставке в Дубай конференция, конференция, которая называется Сигма. Я, в общем-то, закончила, да? Возвращаюсь к вам. И наверняка есть какие-то вопросы, которые вы можете задать. Вы можете задать или мне, или Юргену, ребята подхватят, спрашивайте. Да, Наталья, благодарю тебя за презентацию. Я думаю, многим было понятно, все было четко. Но кто-то повторил, как говорится, повторение мать-учения. Да, да, спасибо. Да, Наташа, я тебе тоже очень благодарен за такую великолепную презентацию, как всегда ты ее проводишь, очень так ярко, ясно. Большое-большое тебе спасибо. ну и хотел немножко еще, да, так, да, чтобы по вопросам немножко пройдемся, да, и так, по поводу, я хотел сейчас заметить то, что ты сейчас разъяснила по поводу комиссии, да, что сегодня тоже многие замечали, что показывает одна комиссия. Да, я хотел немножко тоже рассказать про это, да, что там делается, что комиссия, это как происходит абитраж, да, что проходит на нескольких DEX-платформах, этот смарт-контракт он с одной платформы, с другой платформой сотрудничает, и поэтому указывается сначала максимальная комиссия для того, чтобы между платформами была готовная комиссия, чтобы не прервался вот эта сделка. Для этого это указывается вот эта высокая комиссия, а в конце итоги показывает уже, что снято было, вообще в конце итоги, что было снято за комиссию, Поэтому там выходит намного меньше, чем показано. Это просто смарт-контракт сделан такой для прессорожности, чтобы не прервались эти... Так, это сейчас у нас кто включил демонстрацию экрана? Да, я тоже смотрю. Так. Сейчас тогда... Наташа, у тебя остановлена, да, демонстрация экрана? Ну, вроде бы как, да. Сейчас. Так, все. Да, ну это просто сделано так, в смарт-контракте прописано для осторожности, чтобы не прервалась сделка. Поэтому берется комиссия, резервируется для этого. А комиссия, когда меньше, потом остаток остается на кошельке, да, что он не задействован. Поэтому есть вот эта разница в этих комиссиях, да. Вот, поэтому вот такие немножко разъяснения, пояснения, да, по комиссии. Так, теперь мы... Да, по вопросам, там много вопросов. По вопросам. Так, у нас Павел, да, я сейчас вам разрешаю включить микрофон. Да, добрый вечер. У меня такой вопрос, Наталья, к вам. Посмотрите, допустим, по бинару. У меня стоит человек слева, человек справа. Может, там три человека, да, у меня есть в бинаре. И у меня они купили по 10 тысяч долларов лицензии. Они их отработали, да, и с них получил вознаграждение по бинару и по целичной продаже. Допустим, они заново покупают 10 тысяч. У меня заново приходят все эти бонусы. Повторно. Конечно, конечно. Вы представляете, какой вообще здесь клондайк? Ну да. Я это ожидал слышится. Спасибо большое. Да, это будет просто что-то с чем-то, ребят. Все будут в бумеранге. Так, у нас еще вопрос. Валгар, давайте. Задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Слышно меня? Да, добрый вечер. Да, слышно. Добрый вечер. Всех приветствую. Из солнечного Азербайджана. У меня такой вопрос может быть неправильно. Я понял. Вот, скажем, допустим, возьмем минимальную лицензию 500 долларов, 150 тысяч флеш-кредита. Скажем, я 100 тысяч флеш-кредита израсходовал, да, остался 50. Но у меня в кошельке есть уже сумма. Я могу еще раз, не закончив эту лицензию, взять еще лицензию, да, повторно. И прибавится ли эта сумма к остатке первой лицензии флеш-кредита? Да, конечно. Вы можете приобрести уже, когда вы не израсходовали еще весь флеш-кредит, вы можете купить уже новую лицензию, и вам это будет суммировано, что у вас там остаток остался, примерно, 50 тысяч, да, и плюс еще 150 новых. Это у вас будет уже потом, в общем случае, 200 тысяч потом остатка средств, на которые вы дальше можете торговать. Юр, там вопросы такие по поводу мощностей, хватит ли мощностей, вот людей волнует этот вопрос. Когда будет очень много людей? Да, ну давайте тогда я сейчас по мощностям немножко вам покажу. Я сделаю демонстрацию экрана. Да, сейчас, секундочку. И немного покажу вам объемы вообще Dex платформ, да. Так. Здесь у меня тоже есть такой один пример, такой даже очень красивый пример, тоже немножко покажу его. Это как проходит вообще арбитражная торговля, да, что, к примеру, вот есть очень такая классная платформа OpenOSN, тоже, да, что это тоже децентрализованная платформа, и у нее есть такая статистика, да. Например, вот мы выбрали монету VTH на USDC, да, к примеру, да. Теперь здесь показываются примеры, на каких Dex платформах торгуется эта монета. Вот если мы эту монету сейчас на QuickSwap, даже очень такая известная платформа тоже, на ней мы купим эту VTH, да, с минусом 24,7%, да, и мы ее можем на OpenOSN сейчас прямо в реальном времени здесь опродать. И мы заработаем 24% как минимум, да, только на вот этой сделке. Вот по этому алгоритму работает искусственный интеллект, что он анализирует такие платформы и говорит, он показывает нам, в какие сделки можем войти. Да, теперь я перейду к этому. Например, мы сделаем CoinDeco, да, зайдем, да. Coin... Так... Вот, CoinGecko, да. Мы зайдем на эту платформу, да, и, ну, например, поставим вот эти биржи, вот, и Dex платформы, выберем Dex платформы. И теперь смотрите, какие объемы проходят на Dex платформах за сутки. Вот Dex последние 24 часа. Какая сумма проходила сейчас в торговле за последние 24 часа? И теперь я хочу спросить людей, которые задают вопросы, хватит ли мощности, хватит ли ликвидности на Dex платформах торговать. Я думаю, этот вопрос всем будет отвечен, да, на этот вопрос. Супер. Как раз вот не хватало этого. Да-да-да, здорово. Да. Так, я сейчас... Секундочку, я сейчас... Угу, я остановлю... Сейчас. Так, да, и пойдем дальше по вопросам тоже. Какие еще вопросы были? Если мои партнеры не проплатили, а под ними начала работать команда, активироваться, значит, объемы бинара будут ждать, когда партнер купит лицензию. То есть они не исчезают. Да, совершенно верно. Они, объемы собираются, накапливаются, да, и когда вы активируетесь, потом вы можете потом со слабой ноги, которые будут еще дополнительнее потом приходить, эти объемы, потом они включаются в бинар, и вы начнете зарабатывать тоже на этом. Здесь такого не будет, что средства накопились, и вы потом активировались, и что у вас там набежала сумма 10 тысяч долларов, вы ее можете вывезти, а такого не будет. Вам накапливается объем, и потом со слабой ноги, что новые средства приходят, они потом будут как вознаграждение выплачиваться. Так, еще у нас по вопросам. Есть стартовые инструкции для новичков, например, какие монеты или токены должны уже быть импортированы в кошельке, какие монеты или токены применяются в качестве комиссии, сколько их должно быть по минимуму. Ну, скажем так, у нас очень много информации есть в навигаторе нашего чата, в том числе, какие токены нужно импортировать. В принципе, это все видно, когда совершаешь сделку, какой ты токен выбираешь, они у тебя должны быть в метамаске. Что касается для газа, сейчас пока, матик, я же сказала, мы пока работаем с полигоном. Потом будем уже, по факту, то, что нам выкатят, будем уже, как говорится, подстраиваться под ситуацию. Так, какие еще вопросы? Так, здесь у нас еще подняли руки Дмитрий. Сейчас тоже на очередь. Давайте, Дмитрий, включите микрофон. Добрый вечер. Добрый вечер, да. Да, слышно. Юргин, у меня вопрос технического плана, вот касательно платформы, но, возможно, это вопрос даже касательно самой системы блокчейна. Вот смотрите, мы можем, получается, контролировать комиссию во время сделки. Можем выбирать режимы, уменьшая при этом сделку при совершении сделки. На что мы, в первую очередь, влияем, когда мы изменяем какие-то настройки, уменьшая при этом комиссию? Вот это непонятно. Да, на что мы влияем? На то, что, если, например, мы снизили комиссию, что это будет сделка проходить дольше, и может, что посередине сделки, может, что быть предотвращение, что она будет уже неактуальна. То есть, получается, на длительность. Да, да. Благодарю. Друзья, давайте я еще добавлю такой момент. Смотрите, те, кто не увидел у себя балансы, какие могут быть нюансы? Вот уже, судя по отклику, да, партнеров, по вопросам, которые идут в личку, возможно, вы в данный момент, когда вы выходите на бумеранг, переключились в метамаске на другую сеть. Соответственно, вы стоите, например, на сети Binance Smart Change, а заходите в бумеранг, и, конечно, у вас там ничего не видно. Конечно. То есть, вы должны быть на сети полигон, на том аккаунте, который вы указывали, вот адрес аккаунта, адрес кошелька, да, который вы указывали при покупке лицензии. Кроме всего прочего, не нужно, чтобы был у вас перевод. Вот сегодня у меня тоже партнер говорил, на компьютере, по-моему, такая ситуация, что когда у тебя автоматически, там, Google, например, перевод делает на бумеранге, не видно вот этих вот тестовых полторы тысячи. То есть, вот этот функционал, за этим посмотрите, да, чтобы не было автоматического перевода, вот, и чтобы вы выходили правильно, то есть, с того аккаунта, потому что у нас в метамаске ведь есть разные аккаунты, правильно? Вы могли просто что-то делать, переключиться на другой аккаунт, на другую сеть, и потом вы решили пойти в бумеранг, и у вас там ничего нет, конечно же. Те, кто только недавно купил лицензию, ну, значит, ожидаемо, я не знаю, насколько быстро сейчас, Юра, они еще не сделали это в автоматизированном режиме, да, чтобы отображался флеш-кредит? Нет, еще нет, это еще пока происходит вручную, а с 5 апреля это будет уже автоматически все включено, это все готово, им просто это включить надо будет, и все. Вот партнер, который писал, что у него нет, вот сейчас в чате, я не помню, как вас зовут, так, сейчас. Да, вы как бы, если вот все это проверили, все вот вообще никак не отображается, да, если вы правильно заходите, если вы почистили браузер, да, почистили куки там, ну, перезагрузились, вот эти все манипуляции проделайте, и если до сих пор не получается, ну, тогда уже можно писать в техподдержку, но перед этим нужно вот понимать, да, что перевод отключаем. Почему при подключении прокси скрывается баланс? Вот вопрос такой. При подключении VPN, да, скрывается баланс, тоже сегодня писали в чате. Ну, это, я думаю, это, скорее всего, не VPN, а кто заходит через прокси. Я отвечу на этот вопрос, кто настраивает себе прокси, заходит через прокси вообще в интернет, он как-то себя делает невидимкой. И поэтому... Логично, да. Да, и поэтому балансы потом не отображаются и не могут коммуницировать с вами. Да, сейчас у нас здесь тоже есть еще Жанар. Вопрос хотел задать уже давно с поднятой рукой. Давайте, включайте микрофон. Добрый вечер. Добрый вечер, да. А лицензия, одна лицензия, срок действия? Нет, у лицензии нет срок действия, вы ее можете хоть год использовать. Если вы не использовали флеш-кредит, вы можете ее хоть год использовать, она не истекает срок, нет у нее срока. Благодарю. Давайте еще. Следующий вопрос. Жазира тоже у нас хотела задать вопрос. Добрый вечер. Слышно меня? Да, слышно. Добрый вечер. Сегодня я попробовала вот этот тестовый вариант, да? То, что я обнаружила, когда метамаски метамаски после завершения сделки, вот это в углу я нажимаю, я в компьютере, ну, в буке, то есть в углу нажимаю, вот этот метамаск у меня не открывается. Ну, вот этот метамаск у меня у телефона есть, но у телефона я вижу токеней, которые мне поступили от сделки, но с компьютера, когда я нажимаю, мне входит или этот, отключится. С чем это может быть связано? У нас есть инструкция, как почистить ваш браузер, да, и метамаск кошелек от всех других каких-то действий, которые вы проводили когда-то. Это может быть что-то другому мешает, что там подтверждение каких-то других действий, их почистить нужно. У нас есть в закреплении эта информация, как это сделать можно. Попробуйте. Потом у меня на телефоне, когда я открываю в этом умиранг, вот этот тестирование полторы тысячи долларов я не вижу. Я только вижу с компьютера это. А вы с телефона открываете в каком браузере? Chrome. Вам, если вы с телефона заходите, то желательно прямо в метамаске есть свой браузер, через этот браузер метамаска. Метамаска находить, да? Да, да. Понятно. Спасибо. Так, следующий вопрос. Гарман у нас здесь хочет задать вопрос. Включите микрофон. Давайте я пока прочитаю вопрос в чате. Добрый вечер. Я купила лицензию. Я купила лицензию. По моей ссылке купили в левую ногу. А правой у меня уже стоят не мои партнеры. Переливы. Куда мне поставить второго партнера? Сейчас убегает у меня. Чтобы получать бинар. Конечно же в правую. Независимо от того, что у вас там стоят переливы. Вы не выполнили квалификацию, так называемую. То есть у вас нет премиума. А премиум это один слева, один справа. То есть вы поставили, выполнили и дальше занимаетесь другой ножкой, которая у вас более слабая. То есть вы на спонсорской ноге, у вас там работа идет. Могу говорить? Да, вас слышно. Да. Добрый вечер. Я насчет флеш-кредита. У меня 25 февраля закуплена лицензия, но до сих пор нету, не поступил. Хотел спросить, до конца этого места будет этот флеш-кредит или на апрель перенесется? Нет, обязательно будет. У вас до старта обязательно будет у вас флеш-кредит включен. Я вот только что сейчас тоже получил сообщение от того, что было. Сегодня была тоже лидерская встреча в обед с Шависом. Я не смог на ней участвовать, я просто сейчас получил немножко эти ответы. Они пишут, что white listing еще не на 100% завершен. И поэтому это работает тоже. И сейчас тоже может сегодня и завтра это уже произойдет все до конца, что white listing будет уже завершен. И абсолютно все, кто покупает лицензии, будут сразу там отображаться. Хорошо, благодарю. Да, у нас еще Бугар еще раз хочет вопрос задать. Давайте. Да, благодарю. За второй раз дали возможность вопрос. Вот просто я до конца не задал. Вот у меня первый вопрос был, что не закончив первую лицензию, приобретая вторую лицензию, вот этот флеш-кредит второй лицензии моментально выдается к остатку первой лицензии? Или как? Да, после 5 апреля он будет моментально выдаваться, да. Вы купите лицензию на сайте вас, перейдете в бумаранг, у вас уже будет начислен как подключена уже вторая лицензия. То есть каждая лицензия не закончив, да, флеш-кредит можно еще раз взять и это моментально на предыдущий остаток прибавляется, да, этот флеш-кредит? Да, да, совершенно верно. Моментально, благодарю. Игорь Калацкий, я отвечу на ваш вопрос, вы говорите, на него не ответили. Если вы все делаете правильно, то есть вы заходите с телефона, например, через браузер Метамаска с того аккаунта, который вы указывали при покупке лицензии, вы стоите на правильной сети, на полигоне, то есть если вы все делаете правильно и у вас не отображается вот этот флеш-кредит, подождите пару дней то, о чем сейчас говорил Юрген, да, то есть ну не все еще пока не всем, не полностью всем выдали, да, уже практически всем, но есть еще те моменты, которые они дорабатывают в плане флеш-кредитов. Да, и еще просьба сейчас там в чат выставляли реферальную ссылку, не выставлять здесь свои реферальные ссылки. Будем удалять сразу. Да, так, у нас еще один вопрос, Руслан, давайте задавать ваш вопрос. Всем добрый вечер, Юрген, приветствую. Смотрите, у меня такой вопрос, скорее всего, наверное, может все сталкивались с этим, вот по идее, когда мы выставляем пары, выставляем сумму и прогружается у нас и сделка внизу, там показано, например, там 1, точка, ну проценты, зелененьким горит, есть горит красным, если красным горит, естественно, интеллект это не берет, но мне попалась такая сделка ноль, точка, два ноля, там 65, 90, и зеленым загорел, горит зеленым, и что-то я так тупанул и взял, нажал, в итоге копейки, ну даже и доллара не получился, 150 долларов, копейки прилетели, вот это одна сделка у меня, которая пошла не очень хорошо, вот как так, что берет искусственный интеллект вот такие сделки, которые даже ниже одного процента на многой также получается ниже. Смотрите, я вам сейчас отвечу на этот вопрос, да, искусственный интеллект вам предлагает в этом, когда вы в списке смотрите, что, какие сделки вы можете войти, если вы там видите, что сделка сейчас на данный момент 1% сделка, вы в нее входите, сделки-то меняются, торги проходят, они моментально проходят, он на данный момент, может быть, вы немного со временем опоздали, может быть, или все, цены изменились, поэтому у вас получилось так, что вы вошли в сделку, потому что пока еще горит зелено, даже это если 0-0-0-0-0-1% будет, если она еще в плюсе, то искусственный интеллект, конечно, даст вам ее открыть, и вы вошли в сделку. вы, получается, не пошли в минус, вы все равно что-то там хоть один немного заработали, но вы вошли в сделку. А планируется ли здесь, потому что сейчас мы видим сколько там, грубо говоря, 12 пар, которые у нас постоянно там меняются туда-сюда, 12 окошек этих, которые мы... Я вас понял, на данный момент у нас бета-версия, и когда будет официальная версия открыта, то там будет у нас более 15 тысяч пар, и это будет делать все автоматизировано, что нам даже не нужно будет самим задавать, чтобы какую пару в какой паре торговать. Можем это, конечно, тоже делать, но в основном это будет с искусственным интеллектом, мы просто будем нажимать кнопку. Значит, получается, прошу прощения, значит, получается самый тупой валенок, который даже не знает английского языка, смотрит, написано там 1.12%, нажал, оно само ему отторговало, получил сделку в плюс, и будь здоров. Совершенно верно, да. И это намного быстрее будет проходить сделка, и что такие вот, как у вас попали сделки, что 0.000 какие-то там проценты, такие сделки, что маловероятно, что будут потом. Да. Давайте еще, следующий у нас еще по вопросам кто-то есть, что-то. Юр, а, вопрос задает очередной, зачем этот Чавес, зачем он обогащает людей? Ну, зачем это Чавесу? Чавес вообще, он тоже, как программист, к которому пришли, сказали, сделай нам это, да. Например, зачем всем Dex-платформам, зачем им люди, да, они могли тоже создать какую-то платформу и сами там крутить деньги туда-сюда. Для чего создаются Dex-платформы, для чего создаются биржи. это делается для того, чтобы как побольше людей познакомились с криптовалютой, это во-первых. Во-вторых, что мы видим рост биткоина, да, какой он сейчас то растет, то падает, да, и поэтому чем больше людей ознакомиться с биткоином, тем выше он будет стоить и так и каждая монета это будет. Я думаю, нас не должно вопрос интересовать, зачем это Чавесу, потому что это просто очевидный такой деятельность. Люди пишут нашу задачу ответить. Ну, конечно, конечно. Можно я еще добавлю? Да. Это также делается для того, чтобы развивать экосистему собственного блокчейна и собственной монеты БТЦЦ. Ну, вы же понимаете, мы же приходим на платформу, мы же узнаем о них, мы же не знали с вами о том, что есть вот такой вот механизм заработка на 140 лет вперед, да, что есть такой вот БТЦЦ и блокчейн на биткоин код, который называется. Мы же с вами об этом не знали. Вот мы пришли через бумеранг и мы с этим будем знакомиться, понимаете, ребят, во всем есть, конечно же, смысл свой, да. Так, у нас здесь я вижу Максим давно уже руку держит, которого мы еще не приняли к вопросу. Давайте, Максим, задавайте ваш вопрос. Юрген, добрый вечер, всех приветствую, благодарю, что дали слово, дали микрофон, включили, здорово. У меня вопрос вот к какому моменту. В конце февраля была информация, что пользователи бумеранг могут подключить любой из следующих кошельков, и там, ну, ряд кошельков, да, и у меня люди, имеющие TrustWallet, они вот зарегистрировали именно, купили лицензию и зарегистрировали адрес кошелька TrustWallet. Вот как технически сейчас им необходимо увидеть лимит, привязать, ну, вообще к платформе, и как узнать вообще, привязали ли их адрес кошелька к белому листу? Ответ, пожалуйста. Да, это очень просто, да, они могут просто с TrustWallet взять ситфразу, эти 12 слов или 24 слова у кого как установлено, и могут просто в MetaMask импортировать этот кошелек. И с MetaMask они уже спокойно могут через MetaMask это все проверить потом. вам понятно, или вы еще хотели бы какую-то такую дополнительную информацию для этого? Можете включить микрофон еще раз? Да, мне просто выключили микрофон. Да, благодарю за развернутый ответ, я так и предполагал, вернее, я это знал, но хотелось услышать еще и от Vashash Appliner. Благодарю. Все, окей. Так, у нас по вопросам еще кто-то у нас есть? Получит ли партнер полторы тысячи тестовых? Получит ли партнер пробные полторы тысячи до старта 5 апреля, если возьмет лицензию? По-моему, мы сегодня весь вечер об этом говорим. Ну, конечно же. Конечно, получит, да. Так, у нас еще здесь есть Юрий, он тоже давно уже руку держит, поскольку я вижу. Давайте, задавайте ваш вопрос. Алло, слышно? Да, слышно. Добрый вечер. Вопрос такой, на сайте Boomerang есть кнопка, через которую мы можем покупать лицензии. После официального старта мы сможем покупать с сайта Boomerang лицензии или надо опять идти в вас? Можно с двух сторон будет покупать лицензии. И на Boomerang можно будет покупать. Просто на Boomerang это будет удобнее для того, что там мы можем в монете покупать, который у нас на кошельке есть. А на сайте ВАЗ мы можем только USDT TRC20. То есть только новые будут идти на ВАЗ, чтобы привязать кошелек Metamask, а потом можно покупать Metamask. Правильно? Да, совершенно верно. Спасибо. Антон, задавайте ваш вопрос. Добрый вечер, Юрген. Вопрос от моих партнеров, но и от меня. Есть ли такая возможность получить флеш-займ 150 тысяч, не тестовых, а уже 150 тысяч до 5 апреля? Если нету, то почему те, кто зашел пораньше, не могут это сделать сейчас? Грубо говоря, мы бы начали торговать, получили уже максимальный апрув от этого и, соответственно, еще больше народу могли уже пригласить и так далее. Почему мы все-таки будем ждать до 5 апреля? Есть какой-то ответ? Благодарю. Да, конечно, есть ответ на это, да. Что здесь я хочу тоже сразу пометить, на такой очереди стоит очень-очень и очень много народа, и поэтому если кому-то одному дадут это уже использовать, то другие скажут, почему мне не дали это тоже использовать. Это во-первых. Во-вторых, что здесь объявляется официальный старт, что это пойдет как официальный старт будет идти, и что здесь это не какая-то пирамида или еще что-то, да, что там где уже там какой-то нарисованный какой-то инструмент, просто что нарисовано что-то. Здесь такого нет, что здесь это все блокчейн вписано, по смарт-контрактам вписано, сделано, и делается вообще вот этот тестовый режим, бета-версия для того, что мы сами тестируем, как тестовые персоны, которые тестируем эту платформу, на которых проводят, я как это назову, это подопытные кролики, над которыми зверюшками проводят всякие опыты, вот мы такие же, можно сказать, что на нас проводят эти все опыты этого всего тестирования. для этого вот это сейчас собирается комьюнити, дается вот эти тестовые средства, чтобы мы могли тестировать, чтобы изучать систему, потому что эта система не была до нас, не была просто протестирована, невозможно было ее просто так где-то просто протестировать, поэтому собирается это сообщество, и до этого никому не будет включено это, до официального старта. Есть еще вопросы по поводу того, что почему у меня получается на телефоне, но не получается на компьютере. На компьютере тоже нужно включить VPN, если вы из России, поэтому у вас может писать, что неликвидность, ну показывать неликвидность, поэтому если мы с Россией, нам нужен VPN и на телефоне, и на компьютере, на компьютере. Теперь, значит, Юра, такой вопрос, когда будем разбираться с нодами и с майнерами? Вот такой вопрос. Я думаю, с этим вопросом мы тоже придем. Я честно признаюсь, что я до этого еще времени не нашел, потому что я занят вообще больше, чем 24 часа в сутки, если было бы в сутки 30 или 48 часов, я бы эти был занят, потому что сейчас очень-очень много работы, проводим очень много встреч, я сам для себя еще даже просто не нашел времени разобраться в этих всех нодах и в этих всех остальных делах. Я думаю, придет время и разберемся, ребят, сейчас сейчас как бы у нас приоритет бумеранг. Да, да, все верно. И еще такой момент там был, для всех ли будет остановка после начала МВП? Говорят, что для всех. Только на какой период будет остановка? Нет точного срока. Это может быть на несколько дней, а может быть на несколько недель. Так, у нас еще вопросы. Русич Виталий, включите, пожалуйста, микрофон, задам вопрос. Друзья, всем добрый день. Спасибо. Прекрасная конференция, все интересно, понятно. Юргин, у меня такой вопрос, ну, просто, может быть, более наивный, но, а как вы вот вышли на все это, как это вообще случилось, если можно вкратце? Да, конечно, можно, да. Сейчас Наталья в презентации показывала тоже моих кураторов, которые с Шависом вместе были на встрече, которые, из них тоже сейчас этот Марко там есть, и Ули, это мои кураторы, которые меня пригласили в этот проект, и тем более этот Ули, он как мэр таких трех пригородков недалеко от Франкфурта, он как мэр этих городишков, да, и я его давно, уже много лет знаю, и он меня пригласил, и меня впечатлило то, что есть личное общение с этим SEO, основателем вообще этого всего проекта, есть личное общение, и что он постоянно поддерживает, что проводит Zoom, и также он с нами один раз уже выходил на нашу команду, тоже мы встречались с ним, сейчас после запуска мы будем тоже дальше, он будет приходить, один раз в неделю будет приходить к нам в команду тоже, будет с нами как рассказывать и все, ну о всем, да, будем с ним тоже общаться, и вот эти наставники меня пригласили, и я насколько этих людей знаю, поэтому я, и насколько я сам изучил это все, и я в это поверил, и поэтому я здесь, да, что мне это очень понравилось, и такая идея вообще всего этого процесса, мне очень понравилось, впечатлило, так я как сам тоже технарь, во многих делах тоже много технически понимаю, разбираюсь, изучаю, это мне очень понравилось, это вся идея, затейка. Так, давайте еще следующий вопрос, так, Нуриден у нас из Казахстана, давайте включайте микрофон. Добрый вечер, всем привет, я на такой вопрос, как я понял, вы давно работаете в этой компании, в этом направлении, как первый вопрос, вы получали 150 тысяч долларов в этот флеш-кредит, это первый вопрос, второй вопрос, на табло, где вот эти валютные пары проходят, каждые 15 секунд они меняются, вот это время, когда каждый человек пользуется вот этой торговлей, то есть он не может быть так, за 15 минут все это сделать, сделать сделку, может быть он пока нажмет на этот метамаск, пока подтверждает и так далее, это время пройдет, и сделка не может сгорать, и третий вопрос, это 150 тысяч долларов, которые, когда мы получаем, у него есть время, допустим, за сутки мы должны его использовать, или за трое, за трое суток, или как. сейчас вам отвечу на эти вопросы, я еще сам тоже не получал 150 тысяч долларов, потому что это как мы все находимся на тесте, эти флеш-кредиты будут начислены только после 5 апреля, после официального старта. Так, по второму вопросу, подчеркните мне еще раз второй вопрос, я думаю, нам лучше будет какие-то 15 минут было, была речка, 15 минут времени да, я все понял, то, что отображается на данный момент по сделкам, у каждого пользователя будут разные сделки, они не будут одинаковые сделки, это во-первых, во-вторых, сейчас будет автоматизированный бот настроен, что люди им не нужно будет выбирать, они просто увидят сделку, нажмут на нее, на эту сделку, она автоматически будет открываться сразу, моментально, не нужно будет там заводить монету, искать монету, это будет автоматически бот делать за вас, вам не нужно будет это делать, поэтому, что каждые 15 секунд эти сделки меняются, это совершенно верно, потому что цены постоянно на биржах меняются, там, даже сделки проходят секундно, минутно и по-всякому, да, что цены постоянно разные да и третий вопрос у вас был что флеш-кредит у него нет как лимита да что он там какой-то срока срок годности у него нету что он сколько он на сколько у вас время хватит с этим заниматься столько будете заниматься что он не стекает срока так давайте следующий вопрос здесь у нас еще не вижу александр можете включить микрофон добрый вечер юрий добрый вечер да да спасибо за цену информацию наталья тоже за прекрасной конференции мне вопрос такой вот 5 апреля вот это что за срок вот допустим за 15 минут там как вот сейчас говорили да расторговали сюда а если не расторговали значит день длится два длится три длится как это вот будет вы имеете ввиду сейчас флеш кредита не расторговали да вот далее всем по грубо говоря купили лицензию допустим за 500 долларов да вот три стоить за мы его делаем сколько в течение 15 секунд или в течение недели года там или как насколько у вас время хватит а хорошо если делали за 15 минут а потом значит потом вторую купили за 15 минут вы не успеете сто пятьдесят если она будет сразу вас доступна активно можете сразу дальше торговать хоть если у вас время есть 24 часа но пока же нельзя будет это делать пока оси они выпускают да да это после 5 апреля это будет после 5 апреля там же перерыв будет где-то здесь 20 дней это не сразу перерыв тоже будет не сразу 5 апреля да это будет может это может 10 апреля есть варианты того что мы сможем обновлять лицензии даже да вот после старта конечно понятно здорово так а как новичкам то объяснять вот допустим они зайдут это самое пятна там 15 апреля да как будет старт не 10 10 лицензий купить что-либо новички после 5 апреля зайти минимум 4 недели не смогут они они как купят лицензии и будут ждать в очереди пока их вайт листинг пропишут а ну а мы а мы кто вот который вот купили мы все точно как проходим тесты и у нам нам будет эта возможность дана там например до 10 апреля обновлять лицензии повышать лицензии и все потом закроется на пару дней там может на 5 дней может на 10 дней как наталья сейчас объясняла неизвестно пока но на пару дней это закроется потому что будет проводиться айсио этого токи на бумаран да и на это время мы тоже не сможем покупать поэтому до 5 апреля то что у нас есть потом еще пару дней у нас будет потом обновлять лицензии а после 5 после этого асио мы будем прождем это время асио и потом будем дальше обратно дальше покупать свободно можем а все но новички они могут будут только ну я думаю что где-то самое самое ранее не в мае только начнут только активироваться смогут да я понял что даже для как говорится для тестировщиков еще четкой парадигмы тоже нет насчет 5 апреля ну 5 апреля это старта будет там понятно да 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 вот сколько лицензии сколько там какой срок для тестировщиков и т.д. я так понимаю что нет четкой парадигмы ну пока еще там неизвестно да я думаю что это ближайшую неделю тоже сейчас это об этом скажет но пока неизвестно ну я понял понял можно ящик а я извиняюсь максин говорите кто кто говорил сейчас говорите я потом александр говорил давайте включить еще раз микрофон до посол они по блокчейну соланы вопрос не обсуждался нет этот вопрос еще какие блокчейны будут включены это то что мы нам известно это арбитрум будет включен этот бск это bnb да бинанс чейн будет включен соланы пока еще не известно чтобы солана была включена по такой информации еще не было ну все спасибо да так максим еще раз хотел задать вопрос давайте да 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 огромная благодарность и наталья юргену за открытые правдивые ответы развернутые такие а юрген можете поделиться я правильно услышал что до бумеранга а были уже продукты у компании и было комьюнити вот можно историю рассказать вообще что было что продвигалось какое время это как раз вселяет ну веру что ли да в нас в то что пятого все запустится что шавис человек который ну не первый день в бизнесе не только в техническом плане что у него есть результат вот можете поделиться вы поближе знакомы с ним конечно да как в прошлой нашей встрече тоже когда марку с нами был на встрече тоже он говорил как он тоже уже больше года он что как сопровождается там и раньше там был стейкинг там было и шавис всегда планы были у него там сделать вот этот блокчейн раньше был стейкинг да потом они тоже был бинарный стейкинг да что там если например инвестировал какую-то там стейкинг да поставил какую-то сумму в стейкинг и потом в бинаре если справа слева кого-то получаешь 1 процент например поставил бинаре слева справа уже потом идет на каждого 1 процент добавлялся там была такая схема у них этого стейкинга была потом началось вот это что сделали они блокчейн и потом вот эти что и нефти майнеры и валидаторство там тоже начало распродаваться очень так активно и что те люди которые берут валидаторство они разворачивают свои ноды на этом блокчейне да и вот эта вся деятельность была уже как проводилась и до сих пор еще вот это что эти и нефти майнинги да и этот валидаторство до сих пор еще идет и что ну как разворачивается еще больше и вот этот бумаранг это один из продуктов которые со стороны приходит на на вас блокчейне разворачиваются вот такие проекты дальше что таких это бумаранга это не последний проект который здесь еще дальше дальнейшем будет нам представлен еще очень много вкусняшек будет представлены как типа как бумаранга да друзья нас ждут великие дела что я могу сказать я знаете как я посоветую тем кто сейчас уже тестирует получает себе прибыль в монетах в разных вы эту монетку внутри метамаска свопайте на матик то есть вам же все равно нужен будет газ потом вот с 5 апреля да вы эту монету просто вот как в какой монете заработали в мати да вы внутри метамаска прям меняете на мати что вам потом отдельно не заводить зачем сейчас вот эти тестовые гонять на биржу я просто видела вопрос в чате да вы был написан зачем вам вот эти 15 долларов отправлять на биржу если вам все равно понадобится матика для дальнейших сделок уже настоящих таких больших сделок сможем ли мы покупать лицензии после проторговки в 3x а юр ну вот этот вопрос на всех очень часто нас волнует да мы уже это спрашивали не один раз миллион раз наверное да те кто сейчас покупает до мвп лицензию в дальнейшем вот мы отторговали первую лицензию на трех трехстах иксах да то есть сто пятьдесят тысяч долларов далее это будет сто тысяч долларов или сто пятьдесят когда мы покупаем вторую лицензию до закрытия до закрытия проведения все мы можем обновлять лицензию в x300 а супер супер спасибо юр от вас тогда задача посоветовать шарису чтобы мы поторговали хотя бы неделю до силу этот вопрос иван я уже скажи ему что мы весь мир приведем юра весь мир приведем этот вопрос я уже шарису тоже задавал уже лично ему задавал он просто тоже посмеялся над и сказал ждите ребята ждите вас ждут великие дела замечательно все наверное можно завершать встречу да она на будем завершать нашу встречу и это как я всем желаю тоже отличных выходных начинается как раз хорошие выходные у кого хорошая погода у нас как германия до уже два дня 18 градусов тепла очень хорошо и я думаю у вас тоже в некоторых краях есть такие теплые места так что я желаю всем абсолютно всем провести очень замечательные выходные я думаю мы воскресенье тоже проведем еще одну встречу и и может быть более технически сделаем еще по техническим моментам какие-нибудь может тоже вкратце сделаем какую-то презентацию а потом по техническим моментам тоже еще может к тому времени будет еще больше новостей и поговорим о этом всем так что всем желаю хороших выходных хорошего вечера и всем тогда пока пока